Идет 26 минут. 13 минут первая часть, 13 минут вторая. Но мы идем почти как в прямом эфире, без остановок. Говорим с вами о... Просто мы почему решили пригласить 22 июня, начало войны. Будет масса всевозможных мероприятий в стране, посвящено этому событию. Ну и поговорим, как работает ваш совет, кто в него входит, какие у вас проекты были, какие проекты планируются. Вот в таком плане, в спокойном, обычном разговоре. Я задаю вопросы, вы отвечаете. Хорошо. У меня семь дядей воевало на войне. Вот. Вот расскажите. Один пропал без вести, а шесть вернулась. Вот все это обсудим. То есть мы говорим именно о привязке к началу войны, к этой трагедии, которая происходила. Ну и естественно, мы говорим, может быть, какие традиционные мероприятия у вас проходят, и День Победы, и так далее, и тому подобное. Вот такой спокойный разговор. Я еще ребенок войны. Я родилась за месяц до войны. Вот. То есть у вас получается своя такая еще история. У меня тоже дату почти с началом войны. Хорошо. Ну что, мы готовы? Все, выключаю и поехали. Это недолго. Это закрыто. Так, Петр, все нормально? Да. Все, мы начали. Вы не переживайте, все, совершенно спокойно разговоры. Мы записи. Да, поехали. Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Совета ветеранов поселка Томилино Валентина Михайловна Камагина, с которой мы будем говорить, ну, как вы понимаете, на тему, которая в июне, ну, по-особенному, наверное, трогает наше сердце, потому что 22 июня – день начала войны. Последнее время к этой дате тоже приурочено масса всяких мероприятий. Ну, наверное, так человеческо устроен, скажем так, человеческий организм, что вот когда победа в 45-м году и потом какое-то время, кстати, День Победы не всегда был праздником, да, по-моему, с 65-го года это стало днем выходным и праздничным днем. Да. Вот, то есть победу вспоминать всегда приятнее, а вот начало войны старались, ну, меньше вспоминать, потому что это такая боль рана. Вот что для вас 22 июня? Для меня 22 июня 1941 года, конечно, я была очень маленькая, я ничего не могу сказать, но из рассказов моего отца, моих дядей, которые воевали на войне, конечно, для нашей всей страны это был самый черный день, самый плохой день в нашей истории. Почему? И мне, значит, отец и дяде рассказывали, что война началась 22 июня в 4 часа утра, а отец мой поправил их и сказал, нет, не в 4 утра, а в 3.30. И он мне еще сказал, почему Гитлер определил именно 22 июня, поскольку нападение на Советский Союз должно быть раньше произойти, да, но произошло именно 22 июня. И отец мой сказал, что Гитлер очень оккультными науками увлекался, вот, и он верил, потому что 22 июня – это летнее солнцестояние, и самая короткая ночь. Ну, астрологически эти все истории, да. И самая короткая ночь. И почему в 3 часа 30 минут? Потому что солнце в 3 часа 30 минут небесное светило, как бы восходило над горизонтом. И Гитлер верил, что ему, Третьему рейху, значит, суждено вечно царствовать. То есть всегда будет светить это светило. Но отец сказал, он очень проиграл в этом. Мягко говоря, ошибся, да. Ошибся, да. Вот тут очень важен такой момент, потому что вот вы, дети войны, да, такая есть, ребёнок военной рейхи, вы сказали, что появились на свет, ну, буквально до войны. 17 мая 1941 года. За месяц до войны. А? За месяц до войны, практически. До войны, да, за месяц до войны. Ровно месяц до войны родилась. Вот, ну, что я, ну, я ничего не помню. Мы жили в деревне у бабушки в Тамбовской области тогда. И когда я только стала маленькой, а когда, значит, я родилась, началась война, бабушка бралась за головы, говорила, «Боже мой, идёт война, она такая маленькая, она всё время плачет. Господи, ну что же это такое? Как же нам её сберечь?» Ну, Бог дал, что сберегли. Ну, я помню ещё, когда все уходили в деревне на поля, там собирали колоски, там всё, что угодно делали, меня не с кем было оставить. И меня, конечно, с собой брали. Трёх-четырёхлетнего ребёнка брали. И я помню, я собирала эти колоски, потому что, а мы голодали. Мы всё отправляли на фронт. Всё вот эти колоски собирали, всё сдавали, и всё отправляли на фронт. Самим нам, вот я помню очень хорошо, что мы крапиву ели, в общем, липовые листочки. Всё, всё ели. Всё, что под руками, что называется. Всё, что было под руками. У нас ничего не было. А кто, это же женщины в основном были, да? Я так понимаю, раз у вас семь дядей, вы сказали, да? То есть семья была большая, там, двоюродные сёстры. Сколько у вас было маленьких? У нас много было. У нас много, но человек 18. Вот так вот. Два рядом дома было. Дедушка у нас был председателем колхоза в то время ещё. Вот, это самое. Но даже вот председатель колхоза, он не мог нам ничего принести, чтобы накормить детей. У нас маленьких было пять человек. Я самая маленькая была, конечно. И, конечно, это самое. Было очень трудно. Очень трудно. Я не знаю, это после войны, вот это я помню, одевать нечего было. Вот для того, чтобы на какой-то подружке пробежать, босиком, зимой бегали. Конечно, и мама, и бабушка ругались. Куда ты, маленькая, побежала? А я, как я отстану от своих? Я бегом тоже бежала. Ну, было очень трудно, я хочу сказать. И вот и когда, это самое, когда закончилась война, значит, один у нас дядя пропал без вести, остальные все вернулись. И вот после 9 мая мы в деревне, все вот мальчишки, девчонки, маленькие, увидев, кто идёт с войны, вот в военной форме, бежали, конечно, и кричали. Ой, вернулся, какое счастье! Ой, какое счастье! Вернулся с войны! А вот мой дядя, он мой крёстный, по маминой линии, это самое, для него не закончилась война. Его отправили ещё в Японию после этого. Он воевал в Японии. В Японии закончилась война 3 сентября. То есть война для него продлилась? Она для него продлилась. И он приехал только в конце сентября домой. Но тут уже, конечно, пир был. Тут был пир, ну что можно было. А вот как встречали? Вот как встречали? Бегом бежали, обнимали. А я маленькая, я своего отца-то не видела. Не видела, чего же я это самое. Я каждого встречала и спрашивала, а ты не мой папа? А я говорю, доченька, нет, я не твой папа. А мой папа где? Вот, и вот это самое, когда отец мой вернулся, значит, это самое, ну это в Тамбовскую область, потом там работать, ну просто он был очень хороший краснодеревщик. Краснодеревщик, очень хороший. Кстати, вот когда у нас в Тамилино 18-ю гимназию начали строить, он там тоже работал, он это делал и парты, и доски, и всё. Ну то есть он был очень хороший специалист, вот он работал. Но я хочу сказать, что он поехал в город Тамбов, встретил своих военных друзей, и они ему говорят, поехали в Перово, Москву. Приехали в Перово, что-то там не удалось, я не знаю, я маленькая была, мне не надо было это знать. Они ему предложили, значит, поедем во вторые Люберцы на завод пластмасса. Так. И вот они поехали туда, а жить-то негде было. И мы с мамой потом приехали, мы жили в цеху. В цеху жили, да, занавесочки были ситцевые, вот одна занавесочка была, тут одна семья жила, здесь другая семья. Но жили как-то мирно. Потом они сами, себе, сами вот работники, сами построили барак. Ну, знаете, я как помню, ну, семей 30-35 нам было там, и вот мы там жили. Вот там вот мы жили. А потом уже, значит, начали строить дом, и отцу дали, значит, в двухкомнатной квартире комнату. Вот в этой комнате мы впятером жили, впятером. Ну, вот что это самое. Вот это вот. Отец, значит, это самое, он, значит, дошёл до Варшавы, до Польши дошёл, и, значит, его тяжело ранили, и его раненого забрали в плен. И он находился в плену с 1 апреля 1942 года по 26 июня 1944 года. Вот столько он был в плену. Когда его ещё школьница спрашивала, пап, ну расскажи, как ты там был? Он, конечно, рассказывал, но всегда с таким содроганием, и у него слёзы на глазах были. Он говорит, доченька, я не могу тебе рассказывать, это очень страшно. Когда ещё, говорит, там не было бараков, а просто сетка была. За одной сеткой, значит, пленные, за другой сеткой фашисты. И фашисты вот там ели и просто издевались над нашими пленными. Они бросали вот эти кусочки хлеба через это. Вот, говорит, дочка, кто поймает этот кусочек, тот скушает, кто не поймает, тот не скушает. Но дело не в этом. Я что хочу сказать? Дважды он убегал. Его ловили. Его ловили собаками, рвали, как он говорил, рвали одежду, рвали тело. На это самое. Но мы все знаем, что просто так это самое. А в третий раз они договорились с одним красноармейцем. Значит, они были на лесоповалю в Варшаве. И когда они там были, они всё же убежали вдвоём. Прибежали туда, к нашим. Прибежали, их, конечно, накормили, переодели. Значит, это самое. Ну, и на следующий день их в бой. И в первом бою мы его отца ранили. Ранили, пуля прошла, выбила зуб один и прошла через череп вот сзади. И у него после этого было загноение черепа. Вот. Ну, я хочу сказать, его призвали 15 августа в 41-м году. А уже когда его вот там это самое варшавское воеводство, как они называли, у меня даже вот я документы привезла. Если надо, я покажу документы. Вот. Они его, значит, уже опять снова зачистили в Красную Армию 26 июня 44-го года. Вот за этот период он, значит, он был младшим сержантом. Он у меня рядовой папа. Это самое. Он пулемётчиком был. Значит, ну, его, значит, наградили, когда река на правом берегу реки Нерва, там, по-моему, да? Да. Вот. В общем, много очень погибло, и некому было возглавить. И вот даже в приказе написано, что он поднял весь взвод, всю роту поднял для того, чтобы и отстояли свои границы. За это его наградили Орденом Славы Третьей Степени. Вот. Потом, значит, это самое, ну, у него много было наград. И Орден Красной Звезды, а медалей, я не знаю, там, сколько медалей, много. Хотя вот он так это самое и воевал. То есть, прошёл все военные варианты, которые могут быть. Прошёл все военные варианты. Вот. Другие мои дяди, они в плену не были. Но воевалишься. Они в плену не были, но они все вернулись. Вот. Один только пропал без вести. Ну, вот так вот. Ну, вот на вашем примере мы сейчас, да, видим, да, история, это всего лишь одна семья, да, в которой семь мужчин ушли на фронт. А один не вернулся, потому что так и остался, так пропал без вести. Так ничего о нём и неизвестно. И мы даже узнали благодаря вашему рассказу вот такому, как жизнь потом строилась и так далее. Вот как вы считаете, сегодняшняя молодёжь, она может хотя бы чуть-чуть понять, что такое 22 июня 41-го года? Вот фильмы есть, книги есть, всё есть. Вы знаете, что я хочу сказать? Могут понять, но не все. Не все. От воспитания зависит. От воспитания зависит. Ведь вы знаете, вот мы в Совете ветеранов очень как бы тесно связаны со школами, с детскими садами. Последний раз я была вот у нас в Томильино, в детском саду. И у нас вот и есть, вот я уже вам говорила, что у нас есть фотографии наших людей, которые участники Великой Отечественной войны. Я им говорю, ребята, вот вы видите, вот у магазина вот эти фотографии, они ведь не просто так повешены. Вы знаете, кто там? Вы хоть туда ходили, смотрели? Кто-то сказал, да, я ходила, мне мама рассказывала, что это участники войны. А другие говорят, а я туда не ходила. Понимаете? Ведь раньше хотелось читать, хотелось читать. А сейчас не заставишь их читать. Вот уткнуться в этот компьютер. Мы сейчас поговорим с вами о работе уже Совета ветеранов и частично и о работе с молодежью. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях заместитель председателя Совета ветеранов поселка Томилино Валентина Михайловна Камагина, которая рассказала свою историю. Мы вот окунулись в этот период. А во второй части узнаем, как сегодня работает один конкретно взятый Совет ветеранов. Совет ветеранов. Так, идем дальше. Готовы? Отлично. Конечно. Поехали. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В гостях у нас сегодня заместитель председателя Совета ветеранов поселка Томилино Валентина Михайловна Камагина. Пригласили мы Валентину Михайловну и в ее лице весь Совет ветеранов. И вся эта программа она посвящена с одной стороны тому, что летом 22 июня 41 года началась война. Событие такое, которое не то что грандиозное, оно невероятно поменяло жизнь всей страны. Да и все мы до сих пор наверное на себе испытываем эти изменения. Даже несмотря на разный возраст и на такое огромное количество времени, которое прошло с того дня. Тем не менее Совет ветеранов вот эти организации они существуют. Существуют по всей стране. Существует помимо ветеранских организаций еще есть Дети войны. Существуют у нас юно-армейцы. То есть это уже такие что-то молодые ребята, которые ну скажем так заточены уже на защиту Родины с точки зрения сегодняшних с реалий. Но тем не менее что такое Совет ветеранов? Чем вы занимаетесь и как он работает? что я могу сказать Совет ветеранов занимается всем всем я могу сказать все проблемы которые это самое возникает у нас в поселке все обращаются к нам Совет ветеранов но нам очень хорошо помогает наша администрация за что им большое спасибо то есть контакт есть контакты мы в очень хорошем контакте в тесном контакте и там есть Сергей Александрович он и Андрей Николаевич большое им спасибо и еще у нас управляющая компания есть такая содействие возглавляет ее Ситников Сергей Николаевич тоже потому что вы знаете Совет ветеранов существует у нас нет таких полномочий больших и у нас нет финансовых средств то есть мы с вами рады бы что-то сделать конечно и знаете что надо сделать а что я могу только из своей пенсии дать что-то а иногда просто самой не хватает поэтому конечно приходится обращаться и все они нам помогают помогают во всем ну во первых во всем вот у нас было такое вот много жалоб по всему поселку когда ходили на почту платили оплату ЖКХ и брали насильно комиссионную не комиссионную а страховку конечно мы пошли туда она мне приказали и все ну значит я обратилась к этому к депутату Дениско часто здесь бывает у нас Дениско и Сергей Александрович Беляев вот к ним обратилась мы очень в тесном связи с ними да и они значит сделали депутатские запросы запретили и люди приходили говорили большое громадное спасибо и депутатам ну и нам конечно потому что вы выступили посредниками решили этот вопрос если бы мы не пошли там где-то свету нет там где-то провалился асфальт вы понимаете то есть такая социальная функция у вас да функция помощи и люди обращаются да это самое помогаемым участникам войны ну их очень мало осталось у нас всего семь человек осталось семь человек да было очень много даже на совет ветеранов у нас очень много ходила сейчас прям умирают 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 ну к сожалению возраст жалко конечно жалко а кто входит в совет ветеранов как он вообще работает избирается или это люди сами приходят как у вас работает ну как избираем вот кто-то там предложит кандидатуру да нас приходят мы значит спрашиваем расскажите о себе расскажите биографию рассказывает и мы смотрим подходит это не подходит потянет или не потянет потянет или не потянет потом как его здоровье потому что много надо ходить много добиваться много спорить это тоже сплошные нервы вот это самое вначале мы не принимаем совет ветеранов а в актив после актива годик он поработает посмотрим покажет себя покажет себя потом мы принимаем опять же на общем собрании мы принимаем совет ветеранов а сколько человек входит в совет ветеранов у нас 12 человек 12 человек и как часто у вас проходят какие-то встречи заседания это самое по событиям вот так бы сказать да вот набегают там допустим вот мне позвонили я говорю напишите давайте встретимся какую-то жалобу да и вынесена соли рамзова собираемся говорю вот давайте решать кто пойдет чего как быть разбираться но в основном приходится ли председатель либо мне либо еще одной женщине которая там активисты как везде хорошо скажите пожалуйста и что вам это дает персонально какие что вам это дает персонально какие ощущения вы знаете мне дает ощущение что я вроде как нужно людям что я чем-то могу им помочь понимаете мне всегда вот всю жизнь было жалко людей всех да вот это самое ну а так конкретная помощь до результат сразу видно да а когда что-то я сделаю и он говорит ой валя спасибо тебе большое если вы не ты мне бы не сделали вы знаете это очень приятно вот это слушать поэтому вот я и наши управляющие компании и нашей администрации очень благодарна очень благодарны и вот я вам уже говорю спасибо и они вам тоже благодарны потому что вы на острие событий на стрелях до того что иногда кто-то что-то не заметил а люди подскажут знаете как раньше дорогу надо делать сначала посмотреть как тропинка протаптывается да потом дорога делается это же такой очень важный момент такое было значит события у нас один переход и значит почте от поликлиники почте у нас один вообще автамина подземный переход и там не освещение не было ну значит это самое говорили 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 ну значит собралась пошла в нашу администрацию гребят ну давайте что-то делать да она ну это говорят это вот эти дела но они говорят все равно улице михайловна все мы добьем их и сделает через три дня свет был и до сих пор светят и кто не встречается до сих пор говорят спасибо ну что резина михайловна скажите пожалуйста а вот чем еще занимается совет с точки зрения каких-то мероприятий где-то вы участвуете где-то проводите может быть какие-то встречи могут уже выяснили что с молодежью они видимо ну вот мы в школу ходим до школы ходим да там же выпускники школы 18 школы у нас рядом мы с ней мы общаемся вот так же я вот рассказываю о том что вот как война началась как чего по нему отчего как мы после войны жили как как все восстанавливали и все но ведь с интересом слушают понятно что есть те кто без интереса которым скорее бы лучше погулять наверняка есть те кто вы знаете не знаю я бы сказал что с интересом слушает потому что это живой человек который что-то видит это важно конечно это важно вот у нас даже есть он умер конечно у нас есть поезд черваков он написал о детях войны стихотворения и мне он как бы сказал приказал выучить его я я не могу такой длины выучить алга то я вам приказываю выучить и будете везде рассказывать я выучил он год рассказываете я ему рассказала все пойдет вот так что очень хорошее стихотворение но к сожалению он умер а детях войны очень хорошее стихотворение а вот скажите дети войны потому что но моя мама тоже дети войны в этой по возрасту это это же тоже отдельная как бы история история у кого-то не вернулся отец фронта кого-то из вообще семей не осталось и так далее вот это что же очень важно передать это ощущение потому что внуки правнуки про правнуки даже помним с вами да да папу помните я дедушку я помню это как вот сейчас совсем еще молодыми их можно ну знаете у меня уже две правнучки две правнучки два сына старший сын бывший офицер и он был последний год весь последний год он был в афганистане он выходил в последний за ним громов выходил он последний был на танке и значит с 15 декабря до 15 февраля когда их выводили с афганистана вот он то он был на перевале саланге потому что людей переправляли самолетами а технику через этот перевал и вот он когда пришел он рассказывает мама это очень трудно очень трудно конечно это передать но я был командир он офицер я командир и откуда стреляли в наш на это самое что не пропускали вот я давал команду стрелять туда я сколько буду ходить по земле и всегда никогда в жизни своей не забуду как рвались пусть они афганцы на рвались тела вот этих год это это очень страшно и он после этого еще в нагорном карабахе был ну да событий было много да вот видите вот как получилось отец мой воевал дядя воевали и мои оба сыновья можно сказать воевали а вот это самое в начале значит нагорный карабах когда вот заваруха после афганистана было а потом это самое в новый афон в этом туда их отправили в общем везде а в общем он был десантник и у него он по его и боевой полк у них они даже могли не заходя домой их отправлять на самолете перепрода работа такая профессия работа такая служба такая а младший сын а младший сын когда в сирии вот началась заваруха и адмирал кузнецов на на этом теплоходе сына у меня работа на заводе звезда инженером их отправили туда тоже профессия такая он гражданский он граждан ну вот видите как вы все сложилось и когда начинаешь рассказывать вот уже внучкам своим они говорят бабули как ты все это пережила вот это главный вопрос в михауна знаете мне кажется что сила тех людей и возвращаясь опять к этому событию 22 июня что не сломила вот это наверное главное что родина защищать родину воевать дождаться победы дождаться победы это видимо просто вот да заложено да что вы конечно же защищать свою родину это до последней капли до последней капли ведь первое первые бои брестская крепость приняла правда ведь они защищались они кровью истекали но не сдали своих позиций я там был и вот даже сейчас спустя столько лет первый раз я там был вроде бы шну на вообще много событий там еще восемнадцатый год был 1918 и вот ты ходишь вроде никому нет ничего нет а вот какое-то ощущение что ты вот в каком-то аду находишься вот такой какой-то вот плохое ощущение потому что здесь происходили такие все михауна время нашей программы подходит к завершению конечно же 22 июня особая дата но за 22 июня обязательно должен был быть день 9 мая 40 конечно как день победы отмечается совете ветеранов день победы отмечаем очень хорошо но во первых я всегда хожу к отцу на кладбище потому что дяди мои похоронены все в тамбовской области здесь похоронен только мой отец и всегда я ему кланяюсь и говорю спасибо и говорю спасибо за то что мы сейчас живем так же как в школу в детский сад хожу и говорю да вы должны подойти к этим фотографиям поклониться им и сказать спасибо спасибо за то что вы живете что светит вам солнце что вы учитесь что у вас едой и да вот что вы хотите вам все дают все у вас одежду смотрите какие все нарядные у всех у вас телефоны у нас же этого не было вот за это и спасибо и вам в том числе валентина михайловна и за вашу работу за то что помогаете людям тамилина напомню что гости нашей программы сегодня была заместитель председателя сета ветеранов поселка тамилина валентина михайловна камагина вам всем вашим коллегам большой привет спасибо за вашу работу ну а это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания так часто да сейчас смотрите на меня и просто молчим это нам нужно для монтажа сейчас да все спасибо вы молодец хорошо но я все рассказала как надо да и поможешь спуститься молитвах от чего вы очень хорошо рассказали ну что вы это